Раннее утро на речном вокзале. У кассы непривычное оживление. Благодаря хорошей погоде и послаблениям ограничительных мер, барнаульцы потянулись к воде. Главный барнаульский речник Александр Круг говорит, то, что после застоя работы прибавилось, лучший подарок к профессиональному празднику. Потеря в пассажирах у нас, май месяц практически 100%. Июнь потихоньку начали люди кататься с нами. А июль уже пошли перевозки более-менее, как бы, самозаполняемость, ну, процентов на 50-60 есть. Правда, он заметил, без помощи государства пережить пандемийные времена было бы трудно. К счастью, речной флот отнесли к наиболее пострадавшим отраслям с соответствующей поддержкой. Правда, о планах на развитие придется забыть на неопределенный срок. Пополнять подвижной состав просто не на что. Флот такой сегодня не строится. Его просто нет. Чтобы построить вот такой корабль, ну, вот такой, это надо миллионов 70-80, может, 100 даже. Таких денег, считает он, ждать от государства сейчас не стоит. В советское время Алтайский флот состоял почти из двух десятков судов. Маршрутов было примерно столько же. Корабли ходили аж до Бийска. Теперь в строю всего лишь три борта. Пассажирских направлений всего два. Плюс прогулочные рейсы. Эта Москва свой ресурс выработала лет 10 назад, но заверили нас при должном уходе будет ходить еще долго. Но все равно любой из рейсов скоро может стать историческим. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать на борт. Отчаливаем. Рейс коммерческий прогулочный. В обычное время корабль был бы заполнен под завязку. Теперь не больше двух десятков пассажиров на второй палубе. Это красиво, это очень успокаивает, завораживает. Здесь можно отдохнуть. Нет вот выхлопных этих газов, пыли, шума. Более соединение с природой. Я считаю, ну вода это все равно как бы лучше, чем вот эти дороги повседневные там какие-то. Здесь приятно. Андрюшки, что нравится? Ветерок, свежий воздух, сама природа, река. Всего час с небольшим в пути, а сколько впечатлений. Река Обь, да и сама сибирская природа открывается с совершенно другой стороны. Кстати, по мере того, как больших судов в акватории становится меньше, прибавляется число лодок, катеров, гидроциклов. Возможно и правда, век речного флота близится к концу. Но речники все равно обещают держаться на плаву столько, сколько смогут. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.